ДТП в Куйбышевском районе. Автолядь за рулем пассажирского автобуса «Лиаспорта» ранила семерку, которую управлял 18-летний парень. В салоне автобуса находилось 12 человек. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Его пассажирка и 11-летний пассажир автобуса доставлены в больницу. Всего за минувшие сутки в области произошло 14 дорожных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. В большинстве происшествий участниками стали пешеходы. В дорожные условия у нас, сами понимаете, погода, темное время суток. Опять же, очень тяжело, допустим, водителю заметить непосредственно выходящего на проезжую часть пешехода. То есть тем самым пешеходу надо было более внимательным. И переходить в проезжую часть, убедившись в том, что все-таки водитель остановился. В день памяти жертв ДТП в Самаре проходят акции памяти. Автомобили экстренных служб прибывают на площадь Куйбышева, где их уже ждут школьники. Они держат таблички с именами погибших в ДТП детей. Ребята вместе с полицейскими останавливают автомобили и вручают водителям бумажных ангелов. Автолюбители соглашаются. Напоминание будет не лишним. Чужих детей на дороге нет. Любой человек на дороге, его надо пропустить. Правильно? Если вышел на дорогу, надо остановиться и пропустить его. Не только водители, но и сами пешеходы часто подвергают себе опасности, говорят полицейские. Мгновенно остановить авто водитель не сможет, потому соблюдать элементарные правила – обязанность каждого человека. Переходить дорогу только по зебре и только на зеленый свет – нехитрые правила, которые мы знаем с самого детства. Они и помогают нам сохранить жизнь. Но сейчас добавились еще одни немаловажные. Лучше все-таки вытащить наушники из ушей, а телефон убрать в карман. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.